Президентские гранты молодым ученым. Сотрудники Чувашского государственного университета получили грант президента России. С молодыми химиками встретилась наша съемочная группа. Сергей Федосеев и Константин Липин – оба химики. Не первый год они преподают в стенах Чувашского государственного университета. Чтобы получить грант президента страны, молодым ученым пришлось провести в лабораториях родного вуза много дней и даже ночей. К примеру, Сергей Федосеев последние полтора года занимается синтезом новых биологически активных соединений. Уверен, в дальнейшем его разработки пригодятся, чтобы усовершенствовать некоторые лекарственные препараты. Мы получаем вещества какие-то органические и проверяем, как они действуют, например, на бактерии стафилококка, например, как они действуют на палочки коха, на возбудителей туберкулеза. То есть будут подавлять или не будут. Если будут подавлять их рост, соответственно, дальше в этом направлении можно уже работать. Каждый день мы получаем новые соединения, которые в природе, в жизни неизвестны. То есть мы действительно получаем новые вещества. А вот химик Константин Липин долгое время работает над тем, чтобы улучшить качество фотобумаги. Это совершенно новая, оригинальная разработка. Идею почерпнул у японских коллег. Они используют похожие вещества для получения фотобумаги, которая не будет выцветать. Вот посмотрел на их вещества, они очень похожи на мои соединения и решил, что мои соединения тоже могут выступать в качестве поглотителей ультрафиолета. Каждая разработка отмечена денежной наградой в 600 тысяч рублей. Выплачивать ее будут два года. Сегодня без всякого преувеличения в жизни коллектива Чувашского государственного университета важное, ответственное и в то же время приятное событие. По целому, по Фрилоскому федеральному округу 77 молодых ученых были удостоены. Гранты президента Российской Федерации, в том числе два ученых. Я вот сегодня уже говорил Андрею Юрьевичу. По складывающейся в последнее время традиции, это ученые-химики. Это большая честь для любого вуза, потому что очень многие никогда не удостоверились такой чести. Их молодые коллеги, их молодые питомцы. У нас это стало системой. Какой был конкурс? Ну, знаете, примерно бывает 4-5 человек на место. Причем у всех есть научный заделок, у всех есть результаты научные. Ректор ЧГУ также отметил, что для тех, кто действительно хочет развивать научные исследования, в вузе созданы все необходимые условия. Галина Титарчук, Анастасия Алангина, Республика.